В морозы юг Европы сделал ставку на российский, а не азербайджанский газ. Статья в Евразия Дели за 19 января 2021 года. В пик морозов страны юга Европы сделали ставку на российский газ. Впервые Румыния, где столбик термометра опустился ниже минус 13 градусов, начала принимать российский газ из турецкого потока. Также выросли поставки в Грецию и Италию. Тем временем южный газовый коридор из Азербайджана по-прежнему работает почти в половину мощности. Европейские поставки по турецкому потоку снова выросли. Если первую половину месяца они держались на среднем уровне в 25 миллионов кубометров в сутки, то 17-18 января, когда в южную и восточную Европу пришли снегопады и морозы, европейская ветка газопровода поставляла уже 36 миллионов кубометров в сутки. По данным НСОЧ, это максимальная ее загрузка с самого запуска газопровода 84%. Главный рост произошел за счет Румынии, которая впервые начала импорт российского газа из турецкого потока с 12 января. Она получает его из болгарской газотранспортной системы реверсом по участку трансбалканского газопровода. К 17 января поставки выросли до 5 миллионов кубометров в сутки. Чуть больше 6 миллионов кубов в сутки Румыния получает по трансбалканскому газопроводу через Украину на северной границе. Вчера температура в отдельных районах Румынии опускалась ниже минус 13 градусов. В пик морозов выросли поставки из турецкого потока и в Сербию на 2 миллионов кубометров с 8 до 10 в сутки. Экспорт в Грецию вырос почти на треть с 6,9 до 9,9 миллионов кубов. Как отметила сегодня, 19 января, болгарское издание «Морозы» продолжаются и в Болгарии, по-прежнему действует желтый уровень опасности. В некоторых районах страны температура прогнозируется ниже минус 12 градусов. Похожая ситуация с ростом спроса на российский газ сложилась и в Италии. До 12 января Пенинский полуостров получал в среднем 93 миллионов кубов в сутки из Австрии, через которую поставляют российский газ. А после подача газа поднималась и до 117 миллионов кубов. «Газпром» стал поставщиком, который смог увеличить поставки в пиковые дни в страны Юга Европы выше всех на 35 миллионов кубометров в сутки. Следом идет «Алжир», который, по данным «Энс Содж», добавил 16 миллионов кубометров в Италию. Терминалы СПГ страны при этом нарастили поставки на 700 тысяч кубометров, а в Греции на 200 тысяч. Южный газовый коридор из Азербайджана, который с 31 декабря начал коммерческие поставки в Италию и Грецию, работает при этом с начала января в одном темпе – 15 миллионов кубометров в сутки. Европейская часть трансадриатических газопровод забронирована, судя по данным оператора ТАП-Эйджи, чуть больше, чем на 90%. Однако новый газопровод работает лишь на 54% мощности. Как сообщала Евразия Дели, в начале года экспорт российского газа в Европу мог побить рекордные показатели двухлетней давности. Несмотря на то, что «Газпром» не использует все дополнительно законтрактованные мощности транзита через Украину, компания много отбирает газа из своих запасов в Европе. Об этом говорят данные европейских платформ. На руку «Газпрому» играют холода в Европе, отток СПГ в Азию и привлекательные цены. В самой компании заявили, что в первой половине января экспорт газа вырос на 41,5% по сравнению с прошлым годом. В «Газпроме» отметили, что закупку газа увеличивают в частности такие крупные потребители, как Германия, Италия, Турция, Австрия, Франция, Нидерланды, Польша и Венгрия. В «Морозы» юг Европы сделал ставку на российский, а не азербайджанский газ.